Здарова, народ! Сегодня снова я со своими всякими там экспериментами, прочей шляпой. Я проверял относительно недавно ролик Хованского и дневника Еврея, что можно купить на 300 рублей на неделю именно в качестве продуктов для того, чтобы выжить, то есть как-то пропитаться. Я высказал им претензию, что типа вы, ребят, просто купили набор продуктов, но не показали, что из этого можно приготовить. Я сделал именно так, то есть я купил на 300 рублей и показал, что можно приготовить. Я чуть-чуть там перебрал, буквально на 14 рублей, но тем не менее я хотя бы показал, что из этого можно приготовить. Люди в комментариях мне писали, что типа чувак, а вот они еще снимали на 500, и я даже говорил, что они снимали на 500 и типа давай сними на 500, то есть что можно сделать на 500 рублей, то есть что можно купить на 500 рублей и что из этого можно приготовить. Я специально пересмотрел, вот у меня тут открытый видосик Юры и Сан Саныча, я посмотрел, что они набрали на 500 рублей. Там хотя бы Саныч объяснял, что можно из этого приготовить. Да, он этого не показал, но хотя бы на словах объяснил. Я, как и в прошлом ролике, сейчас мало того, что затарюсь, я прям конкретно покажу, что можно приготовить, то есть как это все будет выглядеть, то есть чтобы это были не какие-то там сухие цифры, а конкретно наглядно, сколько получится блюд, сколько всего получится еды. И ну сами потом в комментариях напишите, оцените, действительно хватит ли это на целую неделю или нет. Потому что то, что я взял на 300 рублей и приготовил, многие писали, что типа я бы типа ну не наедал с этим количеством, то есть типа вот я бы не смог на, ну грубо говоря, вот то, что ты купил, типа мне бы не хватило на неделю. Я опирался на, понятное дело, свои личные потребности. Я на самом деле не так много ем, если кто-то меня периодически стебет на тему того, что у меня там типа пузо. У меня пузо, ребята, от пива. Я очень много, много пью алкоголя, но желудок на самом деле у меня достаточно маленький и много я не съедаю за раз. Неважно, бухаю я, не бухаю. Я ем мало, мне бы вот этого ну сто процентов хватило даже с запасом, чтобы вы понимали, я живу не один, я живу с девушкой и из того, что я готовил для прошлого видео и прошло уже полторы недели, мы до сих пор еще не все съели, но правда мы еще готовили другие какие-то блюда, но факт остается фактом, то есть и причем эти продукты, ну я имею в виду уже готовые блюда не испортились, то есть все хорошо, сейчас я все еще это могу доедать. Особенно мне очень вот нравятся вот эти вот овсяные блинчики, которые я на завтрак готовил. В этот раз я постараюсь придумать какой-нибудь другой завтрак, просто чтобы не повторяться, хотя я считаю этот завтрак идеальным, но окей, я что-нибудь придумаю новенькое. Поэтому сейчас я беру 500 рублей, беру вот эту вот дешевую китайскую экшн-камеру, чтобы спокойно там снимать и не тревожить других покупателей, продавцов и так далее, потому что, еще раз говорю, я живу в Подмосковье, у нас здесь не очень любят блогеров, не очень любят людей, которые вообще что-то либо снимают, причем не только там, допустим, полиция, чиновники, никто не любит, не знаю, как-то все на это достаточно дико смотрят, поэтому я специально беру вот такую маленькую камеру, да, на нее будет не очень качественно снято, но мне главное просто вот показать цены, показать вообще, что я набираю, вот, а после этого я, естественно, вернусь домой, мы все это дело будем, ребят, с вами готовить. Единственное, что мне еще обязательно нужно сделать перед тем, как я уйду из дома, это, разумеется, накатить, потому что многие мне говорят, что если радист не накатил, то, как бы, ну, видос тухло, тухло, это неинтересный видос, поэтому я, разумеется, сегодня наливаю, сегодня у меня беленькая золотая, я не предаю хортицу, просто сегодня она была по акции, а хортица нет, и я взял беленькую золотую. Что ж, ребят, ваше здоровье, я погнал в магазин. Так, ну, я по традиции начинаю затариваться с овощей, потому что здесь их нельзя заранее завесить и понять, сколько они будут стоить, поэтому я сейчас наберу овощи, там, картошку, морковь, там, всякие эти, такие дела, пробью их отдельно, и потом уже, исходя из остатков, соответственно, наберу все остальное. Я даже не знаю, сколько здесь килограмм или сколько, я хрен его знает, просто на глаз набрал и все. Так, морковка. Морковки мне нужно, наверное, на штуке три. Она, конечно, такая вся подубитенькая, но, ладно, на крайняк лишнее обрежем. Я в любом случае беру большие, потому что с большими проще работать, даже если что-то обрежется, все равно это потеря меньше, чем, допустим, кучу маленьких обрезать. Так, ну, пара луковиц явно будет не лишними. Возьму одну большую и одну такую, не знаю, ну, типа среднюю, ок. Так, свекла. Свекла всего 18 рублей кило, и мне нужно вот буквально одна вот такая вот штучка, я хочу больше сварганить. Я думаю, что этого мне точно хватит. Насчет чеснока, не знаю, долго думал, брать, не брать, но, наверное, одну штучку все-таки цепану. Она выйдет достаточно дорого, не знаю, наверное, рублей, может, такую маленькую, может быть, рублей даже в пять уложусь, но с чесноком все будет вкуснее. Так, еще мне нужна капуста, вот я нашел вот самую маленькую, такой, смотрите, у нее даже кочерыжка выструганная, то есть мне надо там снимать какие-то листья, просто вот я беру вот как есть и все это буду пробивать. Так, мне как раз вот ее целиком на все хватит. Ну, все, ребят, овощи набрал, все, которые хотел, в любом случае, сейчас топую на кассу, пробиваю их, и буду понимать, сколько у меня уже осталось бабла на все остальное. Вот это вот все, ребята, обошлось буквально на 63 рубля 67 копеек. Я не знаю, камера поймает фокус или нет, но, в общем, короче говоря, 64 рубля, и у меня еще просто охуеть, сколько денег остается на то, чтобы купить все остальное. Зато, кстати, с картошкой я вот не прогадал, у меня тут 1,85 кг, ну, короче, почти килограмм. Так, ребят, ну, начнем, естественно, с мясной составляющей, вот по 110 рублей тушка кура. Я возьму вот какую-нибудь, вот такую, сколько здесь у нас, хило 650, то есть это где-то примерно на 180 рублей. Целая тушка курицы, мы ее будем разделывать, там, готовить с нее всякое. Пятьдесяток яиц, ребят, 55 рублей. Прошлый закуп был 50, сейчас уже 55 за те же самые С1. Я не знаю, что произошло, я так понимаю, что Новый год на носу, и все подлетело. Так что мы просто проверяем, чтобы все были не битые, жалуемся на то, что ой-ой-ой, все дрожает, дрожает. И берем, что дают, потому что дешевле уже вообще никак. Так, ну, чтобы не повторяться с макаронами, надо какую-нибудь крупу взять. Вот у меня стоял выбор, рис или гречка. И похоже, что, судя по цене, все-таки рис, и мы с него что-то типа плова сделаем. В этот раз, конечно, бульонные кубики брать не буду, но вот приправу для курицы и приправу для мяса по 14 рублей, две штучки, возьму. Хлебушек, естественно, берем, как обычно. Вот этот вот наш обычный черный, дарницкий, или как он там, украинский. Ребят, вот это просто вот хлеб, всему голова. Он обязательно нужен, это если вам там порции кажутся маленькими, просто ешьте все с хлебом, все будет сытнее, вкуснее. Кетчуп красная цена, разумеется, обязателен в покупке. Так, ребят, я хотел чем-нибудь обогадить наш завтрак, чтобы не просто там, допустим, яйцо только съедать на завтрак, а вот, например, с сосиской. Но сосиски, вот, у нас красная цена, 23,90, ну, 24 рубля стоят, и тут всего 6. Это, конечно, удобно порцевать, но тогда у нас получается, что на неделю не хватает. Давайте мы лучше сделаем финтушами. Да, просто возьмем вот за 39, за 31-39, короче, вот такую вот колбаску. Ну, она по составу то же самое, что вот эти вот сосиски, но просто ее можно тупо разрезать на 7 частей и крошить завтрак каждый день, как раз на недельку нам хватит. Если я не ошибся в своих подсчетах, то у меня где-то еще остается примерно рублей 70 на не знаю уже чего, потому что я купил все, что мне было нужно. Поэтому, наверное, чтобы все было по-честному, чтобы все было как в прошлый раз, я, наверное, сейчас все-таки куплю еще бутылку масла и пачку соли. И все, и у нас не будет вопросов. Соль вообще нихрена не стоит. Вот по акции 6, ну, 7 рублей пачка вот такой вот соли. Я не знаю, мне ее на год хватит, блядь. У меня вообще дома есть соль, но я решил купить шок просто. Без наебалово получилось. Ну и масло красное, цена 45 рублей за... Ну, тут не литр, тут 0,9, но все равно, ребята, это вот, ну, не знаю. Нам месяца два точно хватит. Все, топовая на кассу. Итак, ребята, у нас тут все вышло на 417 рублей. Ну, короче, 418 рублей. Все вышло. Плюс овощи 64. Итого 482 рубля. У меня, получается, еще сэкономлено 18 рублей. В прошлый раз я немножечко перебрал, то есть, ну, плохо подсчитывал. Перебрал на 14 рублей. Так что я думаю, что как раз свой предыдущий закуп я сейчас полностью скомпенсировал. С разницей еще и в плюс 4 рубля. Я не знаю, что еще можно было купить на 4 рубля. Но, да, я в прошлом видео обещал, что, может быть, что-нибудь сладенькое возьму. Но нет, не будет уже сладенького, ребят. Мы все-таки выживаем, а не конфуем. Поэтому сейчас я топаю домой и буду сейчас готовить. Так, ну что, начинаем с завтрака. Врок я его готовить не буду. Ну, понятное дело, потому что это все будет портиться. Поэтому просто показываю, как вот один завтрак себе и все это дело приготовить. Так вот, не знаю, одна седьмая часть у меня тут колбасы или сколько, я режу на глаз. Вот так вот мисочку покрошили. Ну, типа хлоп-хлоп. Так, скинули. Берем яйцо. Один штука. Так. Вилочкой вот так вот пошурыгали. Можете для вкуса туда солью бахнуть, я не буду. И в микроволновочку. Вот так хлоп. Крышечкой накрыли. Полтора минуты. Все, и вот такой вот омлетик получаем. Кому кажется, что этого мало, ребят, ну, как обычно говорю, ешьте с хлебом. С хлебом сытнее. Ну, что, у нас теперь тут кулочка. Самый, так сказать, основной у нас продукт из нашего закупа. Так, ее надо разделать. И, блин, я разделываю курицу всегда криво. У меня что-то вечно там не получается найти, нащупать сразу вот этот вот сустав, типа. Так что, ребят, не обессудьте. Не пишите, что все плохо, все криво. Я, типа, и так это знаю. Так. Получилось. Одну ногу отфигачили. Вот здесь ее разделаем на бедро и голень. Типа, чтобы заранее было удобно на порции их разделять. Вот это вот сюда. Так, давайте с вами вторую. Типа, примерно туда же запускаем нож с другой стороны и, блин, почти попадаю. Эх, нож жалко портить. Но ничего не поделаешь. Да, разделка курицы, ребята, это всегда такое. Ну, я не профессиональный обвальщик, поэтому что я могу сделать? Ничего. Разделываю, как получается. Так, все. Все ноги мы вами сделали. А, нет, еще крылья. Еще крылья. Так, все. Видите, у нас какой остался скелет. Мы его сейчас еще чуть-чуть вот так вот сломаем. Чтобы удобно было загружать. Все, видите, мяса очень много оставалось. Но, когда вот этот вот скелет весь выварится, вот, мы это мясо потом все общипаем. И оно у нас пойдет обратно в суп. И у нас суп, ну, я больше хочу сделать. Он прям, ну, с мясом будет. С куриным, но с мясом. Вот. А кости, конечно же, дадут хороший бульон. Все, закинули. Так, я думаю, полностью показывать, как борщ готовить я не буду. Вот. Просто единственное, что, так как у нас в закупе не было лаврушки, не было перца, мы только солью присыпем вот так вот. И пусть она где-то с часик варится. Так, заканчиваем, значит, с нашей шкурой. И, соответственно, с крылышки, бедрышки, голени. Значит, смотрите, мы взяли вот такие приправы для курицы и для мяса. На самом деле, я читал их состав. Он практически ничем друг от друга не отличается. То есть, по большому счету, вообще разницы никакой нет. Эту брать или эту. И они там отличаются буквально там какой-то одной травкой и все. А так они, в принципе, идентичные. Ну, допустим, давайте возьмем для курицы. Немного сыпанем сюда. И нормально так сыпанем сюда. Вот. Аллилуйя, у нас теперь есть масло, целая бутылка. Тут сколько? 900 миллилитров. В общем, короче, почти литр масла. Нам его точно хватит вообще абсолютно на все. Я больше скажу, вот такой бутылки хватает, наверное, где-то на месяц готовки. Так, чуть-чуть сюда. Буквально капельку сюда. Это чтобы лучше специями пропиталось. То есть, прям по чуть-чуть. Вот так вот. Все, и пусть это все дело, ну, помаринуется немного. Ну, и эту тоже вот так вот помяли. Вообще, кстати, кожу очень хорошо бы, ну, типа кусочками нарезать. Ну, мне лень, я жарю прям как есть, а потом уже готовый продукт нарезаю на такие кусочки, типа порционные. Ну, как не порционные, а чипсинки. Так, ребят, теперь смотрите, какая тема. Значит, у нас вот здесь масла много осталось. Давайте мы сэкономим вот так вот чуть-чуть его. Опа! Не могу никак найти кулинарную кисть. Ну, короче, можно и вот так вот пальцами просто. Так, вот здесь у нас картошка. Это не вся, которую мы покупали. Я себе еще буквально три небольших картофельники отложил на борщ. Вот, а все остальное всегда вот так вот вываливаем. И плюс-минус равномерно раскладываем картоху. Что же, догадываетесь, да, что сейчас будет происходить? Выкладываем куру. Да, тут есть такая проблема, что там крылья, скорее всего, приготовятся чуть быстрее, чем голени и бедра. Поэтому, как бы они у вас будут чуть посуше. Но хотя мы тут столько масла нафигачили, что, скорее всего, все будет гуд. 180 градусов, 40 минут, ребят, и все, и у нас все готово. Так, бульон наш готов. Я уже вытащил оттуда кости. Вот, скелетики наши куриные. Высыпаем туда половинку. У меня тут покрошена капусты, которую мы купили. Полка чанчика вот этого маленького. Вот, закидываем ее все сюда. Вот, и три картофелинки мелким кубиком, которые у меня оставались. Вот, я их тоже порубил. Их туда же. Все, и ждем, пока они сварятся. Кстати, просто зацените, сколько я снял мяса с костей. Здесь, ну, наверное, на даже пару котлет мяса хватит. Его практически невозможно просто так вот срезать, замучаешься. А после того, как она разваривается, они идеально легко просто снимаются с костей. Я потом все вот это вот еще покрошил, порубил. И у меня теперь будет борщ с мясом. Да, с куриным. Многие, когда экономят на этой теме, они либо бульонный кубик используют, либо какую-то просто там голую говяжью косточку берут, тоже на ней отваривают бульон. Да, это как бы вариант, но тогда у вас не будет мяса. Здесь у меня, получается, в супе еще будет очень много куриного мяса. Это ништяк. Так, теперь, пока у нас варятся овощи, нужно сделать зажарку. Льем маслице. Не жмотимся у нас. Вот целая бутылка. Все, врубаем плиту. И вот такую тему используем. Значит, здесь у нас потертая одна маленькая свеколка, которую мы брали, одну морковку я также натер, одну луковицу покрошил и половинку головки чеснока тоже вот так вот порубил. Все, вот так вот это все одним махом выкидываем и зажариваем. Так, зажарка наша практически готова. Мы сейчас только сюда немного вот так вот кетчуп поливаем. Это вместо томатной пасты. Да, можно было бы просто маленькую баночку томатной пасты купить, ну, примерно, наверное, за эти же деньги. Но просто мы же как бы выживаем. Я кетчуп этот, если что, еще смогу где-то использовать. Да, а баночку томатной пасты я бы вот так бахнул и все, и больше бы уже у меня ничего не осталось. Все, чуть-чуть обжарили с кетчупом. И выкидываем это все туда же в кастрюлю. Крышки вот так вот прикрываем чуть-чуть, вот оставляем щелочку, чтобы там ничего не булького. Вот. Чуть-чуть газ убираем. И все, и пусть он доходит. К слову сказать, пока мы ковырялись борщом, у нас уже готова вот эта тема. Все, пропеклось хорошо. И курица, и картошка. Она в некоторых местах, конечно, чуть-чуть подсохла сверху. Но, ладно, не критично. Что я хочу сказать? Здесь я вижу три полноценных приема пищи, да? То есть, допустим, можно съесть две ножки, и потом еще там на второй обед съесть крылышко и бедро, и потом там еще раз крылышко и бедро. То есть, это вот у вас уже, считайте, три обеда или три ужина у вас уже точно есть. Опять же, масло. Здесь он не прям так нормально, потому что мы сейчас будем грудку нашу жарить, а наше практически там нет жира. В принципе, можно сразу зашвырнуть. Так, ребят, смотрите дальше, какие движения у нас происходят. Вот мы на сильном огне быстренько вот так вот добила ее, чуть-чуть обжарили грудку. И на этом надо, ребят, тормознуться, то есть, взять ее уже так вот отсадить. Теперь вот это масло мы скидываем вот такой вот лук, кубиками порубленный, и брусочковую морковку. На самом деле, можно резать как угодно. Я это сделал просто, ну, типа, чтобы чуть-чуть... Я понимаю, что это можно с очень большой натяжкой назвать пловом. Это будет просто каша у нас рисовая с курицей. Вот. Ну, так вот, для красоты можете резать так, как вам нравится. Да, кстати, ребят, пока у меня овощи жарятся на плов, у меня дотомился суп. Просто зацените. Вот эта кастрюля 4,5 литра, она практически полная. И смотрите, это не вода. Тут все. Овощи, мясо, все это полноценный борщ. Овощи у нас поджарились. Значит, высыпаем туда, о, да, нашу курочку. Так, вот так вот разровняли. Блин. По второму разу просто уже не хочется показывать, как это все готовить. Вот. Я вот так вот прям сверху, да, вот, хаотично раскидываю. Чеснок у нас остался, да, полголовки. Полголовки больше шоу, полголовки вот. Так, у нас здесь промытый рис 300 грамм. То есть, чтобы вы понимали, мы брали пачку 900 грамм. То есть, вам еще два раза приготовить плов можно будет, ну, соответственно, уже нужно будет опять же мясо и овощи. Но рис у нас еще на два раза остался, если что. То есть, у меня все выходит еще и с запасами, с какими-то, с чем-то лишним, понимаете, такого плана. Все, вот так вот разровняли рисок. Рис вот этот, кстати, красная цена, такой себе на самом деле. И плов с него получается реально вот как каша. По возможности, конечно, если хотите именно плов, то покупайте нормальный рис. Вот так. Дальше смотрите, какая тема. У нас вот были вот эти приправки, да, вот для курицы мы уже дважды использовали там в разных местах. Давайте теперь вот для мяса просто ради разнообразия. Хотя я еще раз говорю, они по вкусу там практически одинаковые и по составу. Но ладно, плов пусть будет с мясом. Так, вот так вот посыпали. Солить уже, естественно, не надо. В приправе соль есть. И заливаем все это дело водой. Вот так вот, чтобы намочить всю приправу, чтобы она ушла в бульон. Накрываем это все дело крышкой. Ставим огонь на минимум. Ну, не на минимум, но поменьше, в общем. Короче говоря, где-то вот так вот. Ну, если у вас индукция, как у меня, то это на пятерочку. То есть, где-то на середину средний огонь. Все, крышкой закрыли. 20 минут ждем. Влага впиталась в рис. Все. Это все дерьмо готово. Так, пока у нас рис готовится, значит, набухает, сделаем еще одну тему. У нас оставалось полкачана капустки и одна еще морковка. Вот морковку я потер. Это просто мелко нашинковал. Значит, смотрите, какая история. Вот так вот. Соли прям, ну, не жмитесь ее, прям нужно нормально. Вот. И надо вот это вот все перемешать. Да, можно вот прям вот так руками. Да, я понимаю, что это там дикость, варварство, но блин. Вот, значит, перемешали. И прям нужно вот ее пожамкать. То есть, чтобы она от соли дала как бы сок. Прям так жестко делаем, но блин. Нам нужно, во-первых, куда-то овощи эти деть. Да, оставшиеся не выкидывать же. Капусту, на самом деле, вот я что только с ней не делал, да, из-за чего я все время стараюсь покупать маленькие вот эти качанчики. Вот. Потому что, ну, блин, она просто, ну, дохнет. Вот в холодильнике она дохнет. Если ты ее заморозишь, она после разморозки как сокли. Если ты ее положишь в холодильник, допустим, без пакета, там, без пленки, без всего такого, короче, она очень быстро посохнет и заветрится. Если ты, наоборот, ее там, допустим, в пищевую пленку замотаешь, да, или в пакет уберешь, то она, наоборот, она там вспухнет, грибком каким-то порастет. Вот, в общем, короче говоря, я не представляю, как она хранится там где-то, может быть, не знаю, какие-то есть условия на овощных базах, да, за счет чего она там, как бы, дольше хранится, да, но в квартире, вот мне прямо, не знаю, может быть, ее просто не в холодильнике, может быть, просто там что-то такое, не знаю, что с ней делать. Ну, в общем, короче говоря, проще просто покупать маленькие качаны и все их сразу перерабатывать в еду, и все, и не париться с хранением, не забивать себе холодильник, квартиру и так далее. Все, теперь самое главное, нам нужно еще немножко масла. Кто там всякие ппшники говорят, что типа нафиг масло, вот смотрите, здесь у нас морковка, я просто про капусту не помню точно, а вот за морковку я точно знаю, что основные витамины, которые содержатся именно в морковке, они, к сожалению, жирорастворимые, то есть для того, чтобы организм их усвоил, да, вам нужен какой-то жир в этот момент должен быть в желудке. Это, в принципе, практически всех овощей касается, потому что у нас в разных овощах, да, разные, соответственно, витамины, то есть один и тот же овощ может содержать в себе как водорастворимые витамины, да, которые так и так усвоятся, так и жирорастворимые, которые вот нужны именно жиром, поэтому всякие овощные салаты обязательно нужно заправлять или маслом, или там сметаной, или чем хотите, в общем, короче говоря, чтобы у вас вместе с этими овощами поступал жир. Если вы будете лопать морковку, вот морковки, я говорю, там большая часть витаминов именно таких, вот, и если вы, грубо говоря, будете морковку просто так сырую есть, то вы ее просто в пустую высрите, вы не получите эти витамины, нужен обязательно какой-то жир. Вот, ребят, вот такая тема получается. Тут, естественно, все слиплось, я как и предполагал, потому что это, ну, рис такой, короче, вот он очень дешевый, он какой-то такой, не знаю, промывал его, заморачивался, все равно все послипалось, поэтому, разумеется, пловом это мы не назовем, это у нас такой типа рисовая каша, да, с овощами, с мясом. Так, ребят, ну и напоследочек, сделаю еще вот такую себе штучку, пожарю кожу, очень, а, и гузочка у меня тут еще куриная осталась, вот, вот это сейчас все пожарю, сейчас вот масло, которое осталось вот на нем, плюс тут еще жир вытопится, короче, то есть вот такая вот будет вся тема, ну, такая вот ништяковая, ребят, штучка получается, да, вот у нас гузочка поджарилась, и кожа вся такая, ух, и пахнет это все очень вкусно. Что ж, ребят, как вы видите, на 500 рублей уже простор для творчества поинтересней, да, то есть смотрите, сколько, во-первых, всего удалось наготовить. У меня вот эта вот каша рисовая с мясом даже в один контейнер не влезла, хотя вот этот контейнер на полтора кило, то есть я потом еще отдельно вот это завешивал, тут еще где-то грамм 300, и того, короче, у нас получилось там почти 2 килограмма этой каши с мясом, с овощами, со всей фигмой, да, конечно, на плохо-то не сильно тянет, но да ладно. Три обеда картошка с курицей, да, то есть хоть какое-то, ну, там, пищевое разнообразие, да, то есть вот, да, там, чтобы не есть там всю неделю вот этот вот плохо, да, там, не знаю, на обед или на ужин, да, там можно еще вот так вот, да, разнообразить себя, или, допустим, не знаю, там, кого-то пригласить, да, допустим, это можно использовать, просто не нужно было как-то вот эти вот запчасти, да, вот от курицы, то есть там крылья, вот эти вот ножки все вот куда-то деть, ну, вот, картошка стоила там копейки, поэтому как бы, вот, что у нас еще, у нас салат, да, салат, это тоже очень важно, это витаминки, у нас целая кастрюля борща, которая точно хватит больше, чем на неделю, прям гарантированно, что у нас еще, завтрак, ребят, ну, вот такой завтрак, конечно, ну, сами понимаете, тут вот одно яйцо, вот с этой вот очень дреной достаточно колбасой, она очень вкусная, вот если даже не в микроволновке ее делать, она будет просто чуть подольше, если ее немножечко обжарить на сковородке, да, и ничком вот так вот залить, будет чуть-чуть повкуснее, она немножко улучшает свое качество, когда вот обжаривается, да, то есть вот, пожалуйста, колбаса, яйца целый десятый, то есть у вас уже даже, а, про остатки, ребят, про остатки, это вообще совсем другой калинкор, да, смотрите, сколько всего остается, еще две трети в пачке риса, да, то есть мы только треть использовали, рис у нас еще остается, у нас остается пол пачки кетчупа, да, вот, например, вот я могу вот эту вот тему сейчас помазать, вот, опять же, у меня приправы еще остались, я еще могу что-то с ними готовить, да, уже не нужно покупать масло, вот тут просто под этикеткой не видно, но, грубо говоря, вот даже с учетом того, что у нас усток ушло, да, то есть, ну, прикидывайте, что еще вот так, раз и два, то есть, ну, грубо говоря, еще на вот такие масштабные готовки вам хватит еще на два раза, то есть, ну, я говорю, вообще бутылка масла в целом, это где-то примерно за месяц уходит, да, то есть тут даже не литр, тут, там, 0,9 даже, вот, это просто я вот сейчас много всего наделал, а так, если в стандартном режиме, когда у меня просто что-то кончилось, чтобы я приготовил, вот у меня где-то бутылки масла на месяц хватает, все, вот я ее даже вскрываю, их не стал, потому что у меня точно такая же, здесь вот в банке, короче, да, ну, я сколько использовал, там, ну, не очень много, наверное, на суп достаточно много ушло, здесь я вообще ничего не солил, здесь тоже ничего не солил, да, солил только салат, все, и борщ, то есть, то есть, практически больше нигде это все дело не нужно. Итак, ребят, общий итог, я, наверное, последний раз снимаю подобное видео, потому что мне этот формат не очень интересен, уходит очень много времени на съемку, на монтаж, вот, мне уже никому ничего доказывать не нужно, то есть, это уже не какой-то челлендж, это уже, то есть, у меня уже тут вопросов к ребятам нету, то есть, я имею в виду холл с дневником еврея, тем более, что я уже говорил, когда я пересматривал их выпуск именно выжить, ну, там, прожить неделю на 500, там они хотя бы, ну, на словах объяснили, что можно приготовить из тех продуктов, которые они купили, поэтому, как бы, можно этим пользоваться, если у вас достаточно богатая фантазия. Вы же в детстве клей все нюхали. Данный выпуск был снят, ну, грубо говоря, просто по желанию зрителей в комментариях, да, то есть, сказали, ну, а теперь давай ты тоже на 500 попробуй. Вот, ребят, на 500 попробовал, получилось вот столько всего, куча еды, все это еще будет действительно долго съедаться, потому что у меня едоков не так много, то есть, яда девушка моя, поэтому мы, наверное, это все, ну, если не за неделю, то, ну, наверное, дни за 5 лопаем, хотя вот, кстати, вот супа реально много, то есть, ну, я не ем его в порциях, там, грубо говоря, там, по пол-литра, то есть, поэтому, не знаю, насколько его хватит, может, даже неделю-полторы будет стоять, кстати, с борщом это не проблема, он от того, что долго стоит в холодильнике, он, наоборот, только лучше становится, он настаивается, получается еще вкуснее, вот, что ж, ребят, напишите в комментариях, что бы вам еще было интересно, вот, именно вот из такой темы, только не надо мне писать, типа, а давай, там, меньше 300, да, потому что я считаю, что это уже бред, ну, как бы меньше 300, это уже, ну, там, прям, я не знаю, как надо ужиматься, это точно, скорее всего, не хватит на недельный рацион, больше 500 тоже мне неинтересно, потому что, ну, сами понимаете, если вот на 500 вот так, то, грубо говоря, если там 1000 на неделю, а я примерно так и жил, то есть, когда у меня были проблемы с деньгами, когда я мог себе выделить на питание в месяц где-то порядка 5000 рублей, то, сами понимаете, что когда у тебя 5000 на месяц, это, грубо говоря, там, больше 1000 рублей на неделю, и это уже можно, ну, как бы абсолютно полноценно питаться, то есть, готовить себе равнообразные блюда, потому что, ну, сами понимаете, вот одна курица, да, ну, не знаю, купите две курицы, и у вас будет просто трыдец, сколько еды и супа и всего чего угодно, да, можно овощи там каких-то еще подкупить, сделать какой-то более интересный салатик, чем просто там капуста с морковкой, но в общем и целом, да, то есть, как бы, ну, то есть, больше 500, это уже, можно сказать, полноценное питание, да, может быть, не самые качественные товары, потому что, ну, понятное дело, вот этот рис, он полное говно, не знаю, овощи у меня, например, вот картошка, половина была с гниью, которую много пришлось посрезать, это, кстати, получается тоже экономически невыгодно, потому что, да, ты можешь купить, допустим, картошку подороже, но она вся будет качественная, ты ее все съешь, а покупая самую дешевую, ты, грубо говоря, там, половину срезал, получается, переплатил вдвое, да, то есть, у тебя вместо там килограмма картошки, да, на выход получается, там, не знаю, грамм 600, и это, ну, наоборот, получается даже дорого, вот. Так что вот так, ребята, не забываем ставить лайки, распространять это видео, подписываться на канал, на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграмчик, все ссылочки под видео, и всем пока!